МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Санкт-Петербург новости в студии Екатерина Ингалычева. Добрый вечер. Вот главная тема выпуска. По дороге жизни в память о подвиге Ленинграда. Ежегодный зимний марафон прошел в 53-й раз. Почти 200 фильмов и десятки ярких образов ушел из жизни народный артист России Леонид Куравлев. Каким мы его запомним? Снегопад не отступает. Атлантический циклон Надя принес в Петербург к метели и сильный ветер. Омикрон зафиксирован в 82 регионах страны. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И сегодня эксперты Минздрава объяснили, почему срок карантина сократились в 14 до 7 дней. Исследования показали, что у омикрона очень короткий инкубационный период. Симптомы появляются уже в течение трех суток после заражения, а иногда буквально на следующий день. Выздоровление в среднем занимает неделю. Однако основанием для выписки может служить только отрицательный ПЦР-тест, как свидетельство того, что человек больше не заразен. Между тем, минувшие сутки принесли новые ковидные антирекорды. В Петербурге коронавирус выявлен у 17 тысяч 833 человек. В Москве более 24 тысяч заболевших. Всего в России более 120 тысяч. Это максимальные показатели за всю пандемию. В Петербурге продолжают вспоминать одну из важнейших дат в истории города. Полное освобождение от фашистской блокады. Сегодня почтить память погибших в блокадные дни на Пискаревское мемориальное кладбище приехал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Вместе с ним участники вчерашнего 10-го юбилейного турнира по волейболу, посвященного Дню Ленинградской Победы. Церемония началась с минуты молчания. Затем к губратской могиле возложили венки и цветы. Я думаю, что чем больше будет проходить времени, тем важнее будет необходимость посещать это мемориальное кладбище. Те, кто сюда приходят впервые, на них, я думаю, вот это посещение производит огромное впечатление. На Пискаревском мемориальном кладбище находится самое массовое в мире захоронение жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся более 400 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбежек и обстрелов. Более 5000 участников собрал ежегодный марафон «Дорога жизни». Забег, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады, прошел в 53-й раз. Спортсменам были предложены 4 дистанции, включая классическую, марафонскую. О настроении на финише и секретах экипировки. Александр Буренин. Должно быть поначалу минутки две холодно, а дальше будет тепло. Это если правильно размяться и подобрать одежду. Опытные участники с удовольствием делятся секретами. Перед стартом первой дистанции к мемориалу «Разорванное кольцо» возложили цветы. Многие участники пришли на место с букетами. Затем объявляется старт на 5 километров. Всего зарегистрировались более 5000 участников. Конечно, главное отличие подобных марафонов от соревнований – это финиш. Здесь действительно нет проигравших. Каждый получает медали и, главное, теплые слова – благодарность и гордость тем, что закончил дистанцию. Марафон проходит в 53-й раз. Он год от года развивается. Участников становится больше, маршруты меняются. Это один из немногих в мире зимних марафонов. Это практически один из немногих наших российских зимних марафонов. Конечно, люди стремятся здесь всегда участвовать в нем. И для нас особенно важно, что в этом году мы сумели повысить уровень проведения марафона. Позже всех стартовал забег на марафонские 42 километра. Участники никуда не спешили. Это не тактика, а просто хорошее настроение. Трасса пролегала через дачное садоводство и леса. Для любителей пробежек это и есть то самое – подышать свежим воздухом в выходной день. Александр Бурянин, Антон Овчаренко, Максим Дельсицын, Елена Баранова, телеканал Санкт-Петербург. Незадачливый сантехник Афанасий, предприимчивый Жорж Милославский, вдумчивый Спартак Иванович. Таким мы запомним Леониду Куравлеву. Народный артист России ушел из жизни сегодня после тяжелой болезни. Ему было 85. В его послужном списке немало наград, в том числе высшая российская общественная награда – Орден Святого Александра Невского. Фильмография Куравлева насчитывает десятки картин, которые с удовольствием смотрят в представители нескольких поколений. Он с первой своей роли показал себя истинно русским человеком. Так о Леониде Куравлеве отзывался Михаил Швейцар. Именно он дал будущему всенародному любимцу путевку в кино. Режиссер снял его в небольшой, но значимой роли матроса Камушкина в Мичмане-Панине. Значит, как к трапу подойдешь, номер назови. И устойте своим ботсом. Ну, господин ботс, тянись. Детство было тяжелое. Он рано потерял отца. А мать в 41-м по ложному обвинению высолили на север. Это были трудные годы. Казалось бы, никаких предпосылок для выбора актерской профессии. Как говорят коллеги по цеху, в детстве у Куравлева не было. Однако после школы он решил поступать во ВГИК. Попытка удалась со второго раза. Я весь корю. Что же это такое? Ну, ты полегче со своими гораблями. Кто такой? Ты на голос не бери! Попань! Это что тут за персона ходит? Не дозволяют обнимать! Ну, знаете ли! Да иди ты! По-настоящему раскрыл дар Куравлева Василий Шукшин. Сначала режиссер снял его в своей студенческой короткометражке из Лебяжьего сообщают. А потом и в дебютном полнометражном фильме живет такой парень. Роль Пашки Колокольникова Куравлев считал одной из самых значительных своих работ в кино. Как говорил актер, его характер и мироощущения полностью совпали с сущностью героя. И кто такой, что допрос устраивает? А я ваш новый прокурор. В порядке приехал, молодец. За свою актерскую карьеру Куравлев снялся более чем в двухстах фильмах и сериалах. Среди самых известных его работ роль Шуры Балаганова в картине «Золотой теленок», Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехник Афанасий Борщев в Афоне. В 1975-м картина стала лидером советского проката. Ее посмотрели 62 миллиона зрителей. Совести-то у меня во! С прицепом! А времени нет! Актерская карьера Куравлева неразрывно связана и с Петербургом. Так на киностудии «Ленфильм» Леонид Вячеславович снялся в картинах «Начало», «Семь невест» Ефрейта Разбруева, «Ход белой королевы», «12 месяцев», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и других картинах. Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя, фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Все герои Леонида Куравлева разные по типажу. Неизменным было одно. Все очень яркие и запоминающиеся. Несмотря на всенародную славу, народный артист не любил рассказывать о себе. Предпочитал, чтобы за него говорили его киногерои. Причина у тебя, Леха, конечно, убедительная. Как мужчина. Мужчину я тебя понимаю. Но ничем не могу помочь. Клюева твоя уедет и приедет. А мне такой случай. Упускать нельзя. У меня жена и две дочки. Так что прости. Не могу. И хотя в последние годы он уже не снимался, каждое появление на публике и показы легендарных фильмов неизменно притягивали зрителей. При этом сам Куравлев никогда не возвышал своего таланта и считал, что все его роли – заслуга коллег, актеров и режиссеров. А ну-ка, покажи-ка свои ручонки. Больно они у тебя интересные. А чего такого интересного в моих ручонках нашли? Вот смотри, Копченый, ты же не профессор. Не профессор. И не писатель. Не писатель. И не ученый. Не ученый. А ручки у тебя белые, нежные, гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Ранее его госпитализировали с диагнозом воспаления легких. Наличие коронавируса врачи не подтверждали. Позже его перевели в другое медучреждение для реабилитации. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В связи с кончиной народного артиста, многие телеканалы меняют сетку вещания. Телеканал «Санкт-Петербург» сегодня в 22 часа покажет фильм «Начало» с участием Леонида Куравлева. Атлантический циклон «Надя» принес в Петербург желтый уровень опасности. Не снегопад. Обильные осадки продолжатся весь день. Усиливать их будет юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура колеблется от минус 1 до минус 3 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. За ночь выпало 5 миллиметров осадков. И вот такой вот умеренный снег, временами сильный, будет идти весь день. Влияние этого циклона сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, вторник также снег может быть не такой интенсивности. И ветер будет ослабевать. Он сохранится юго-восточным. Но будет ослабевать. Уже сильного ветра не будет. Не отступят циклоны в ближайшие дни. Им на рабочую неделю для петербуржцев начнется также со снегопада. Еще больше новостей на официальном сайте телеканала ТОПСПВ.ТВ. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова